так дорогие друзья мы начинаем наш традиционный сегодня уже восемьдесят четвертый урок а три минуты еще но хорошо ничего пока собираемся собираемся в нашем виртуальном бэтмедраж еще никого не движется привыкли в 10 00 начинать еще нету без трех минут но не буду уже выключаться о сегодня у нас давид поделка с нами давид веленик шалом давид веленик ничего себе такие люди у нас да хочешь посмотреть на друга своего пожалуйста давид вот он это человек который регулярно приходится на голову молиться одевать два твилина это человеком одевает два твилина это один из местных садиков смотри сразу ты видишь 40 человек прямом эфире я как что-то таил ходить веленик я узнал сразу таил кричит все дорогие друзья всем шалом но еще не начинаем в 10 00 начала потому что я не могу начать раньше 10 сколько час пока собираемся 58 минут еще две минуты мы собираемся потому что обычно мы начинаем ровно в 10 и пока пользуясь случаем да хорошо пока можем какие-то вопросы обсудить если есть какие-то вопросы влад косов влад молодец любовь кочережка так они вернусь они да так хорошо дорогие друзья пока собираемся моя розенфельд отлично значит у нас видео и со всего сейчас мария вирджи из лос-анджелеса как раз она знаю как там лос-анджелесе сколько вас время в лос-анджелесе там интересно да хорошо значит сколько час время 9 59 hello hello так хорошо друзья все начинаем начинаем мы двенадцать и двенадцатая глава у нас сегодня и 12 отрывок интересно как совпало а и баркулова из барселоны из барселоны из москвы отлично 0 0 0 в лос-анджелесе шалом светлана карачева и со всего ведь интересно когда как бог сделал нам такие возможности что можно сидеть изучать тору по всему миру одновременно вообще лос-анджелес москва барселона как там вас барселоне хорошо здесь и давид веледник сегодня у нас давид веледник симка можно виду перед а вот симка до марси смотреть все у нас то целое тишинем на связи шалом тишинем все отлично все значит ровно 10 00 у нас как швейцарии мы начинаем начинаем 12 глава 12 отрывок значит до этого мы изучили в одиннадцатом отрывке закончили чем надо заниматься что написано в этот мотой с балехом то есть мы выяснили что тот кто на земле работает он насытится хлебом а тот кто гонится за пустотой у него будет хасар лев то есть у него все время будет не хватает в сердце у него будет волнение разные и так далее то есть земледелие вот это это направление на которое надо обратить внимание спокойно понятно засеял и у тебя или вырастет я кстати интересная в этот шаббат был в гостях у этана и там был один парень который торгует зерном и он реально рассказывал про этот бизнес про то как вот как этот все земледельцы на сегодняшний день как они живут как у них перекупщики скупают хлеба то есть все земледелец он вас сделал ему заранее заплатили представляете чем классно быть земледельцем ему перекупщики платят заранее заранее деньги и он в любом случае то есть пропасть он не может тот то выращивает потому что ему заплатили они надеются что у него будет большой урожай и они там больше получат то есть шло мамелых он нам правильно сказал про земледелие что ему никогда не будет он насытится хлебом по-любому и значит тот угонится за пустым у него хасар лев него у него не будет хватать сердца спокойствия теперь дальше хамад раша митсо троим теперь и дальше он объясняет 12 отрывок что есть люди которые хотят зарабатывать вообще то есть у нас было самый простой уровень это земледелец потом тот кто гонится за пустотой имеется ввиду он хочет заработать но разными такими сделками дешевтами и так далее то есть он все время в таком виртуальном мире живет а есть третья категория злодеи написано хамад раша митсо троим злодей он хочет охотиться на ближних он находится на ближних то есть он хочет обмануть он хочет у них забрать он хочет ну именно грабеж кража обман мошенничество и так далее это все злодей который хочет охотиться на своих ближних и таких людей достаточно есть количество они прям реально это их бизнес они сидят планируют я на протяжении своей жизни сталкивался с разными людьми есть конец конкретно люди которые прямо конкретно планируют кого прямо охотники такие да ограбить там убить и еще что то то есть это у них совершенно спокойно как утром на работу ходят некоторые да также они сидят и планируют вот этот свой грабеж теперь это злодеи теперь вы шорох садики мэттен а корень цадиков он им будет давать он им будет давать что имеется ввиду имеется ввиду что цадик он все время делает митсвот он с утра проснулся сказал моде они для фанеха благодарен я передо мой перед того что вернул ты в меня душу мою велико самоверность вера в тебя дальше он делает благословение потом он идет молиться потом он после молитвы учит тору там мишли получил притчи еще что-то и он садик он все время засевает верхнем мире он все время на связи с богом его шорох его корень он на небе и он ему даст ему не надо думать о том как через какие практические инструменты бог ему даст деньги есть известная история как а был такой рэп зуши рэп зуши рэп зуши его назвали и он был такой цадик и вот у него очень было с деньгами очень плохая ситуация не было денег вообще и ему завтра надо было отдавать какую-то крупную сумму долга и значит его ученики сидят ну знают что у него нету денег он должен отдавать крупную сумму и он значит а он веселый радостный они говорят а как вы как же вы деньги отдадите он говорит ну давайте говорить сейчас посмотрим вот сколько у бога же много возможности дать мне деньги значит давайте вот каждый подумать откуда могут прийти деньги и они все написали каждый свой вариант откуда ему завтра могут прийти деньги до срока там отдачи написали и побросали все это в шапку записочки свои чтобы посмотреть что будет и рэп зуши написал рэп зуши написал тоже свою записку и говорит завтра посмотрим в общем я не помню откуда ему пришли деньги но это было не то что они все написали был какой-то другой вариант а он все радовался он говорит бог мне поможет и значит он развернул свою записку и в ней было написано знаете что не было написано бог не нуждается в советах зуши бог сам знает как мне дать деньги то есть бог найдет способ как как мне дать деньги мне даже не надо предсказывать это то что здесь написано что злодей он охотится он выдумывать должен хитростью как ему ограбить ближних а корни цадика корень цадика на небе он ему даст все что ему нужно понятно теперь дальше но опять же здесь вот это вот разница или ты цадик или не цадик и насколько ты полагаешься на бога то здесь вот это вот очень сильная градация идет в степени бетахона то есть бетахон это умение положиться на бога и не сильно поверить бога что он тебе все это даст и это как раз проверка веры потому что у большинства людей вера в бога есть но дальше я сам сделал знаете как если здесь на та же история как один упал в пропасть и он зацепился за ветку и прям висит он на ветке и значит и молится говорит ну понимают что только боку может спасти он молится говорит господи я тебя прошу спаси меня сделать что-нибудь сделать спаси меня это такой ему голос раздается все я услышал тебя спасу тебя отпускай ветку и он такой висит на ветке говорит может там еще кто-нибудь есть из меня этот вариант не устраивает ему нужно обязательно чтобы было по его понятию как бог должен его спасти значит следующий отрывок отрывок следующий 13 написано так бы пеша сфатаем макеш бпша сфатаем макеш макеш ра в и цеми цара цадик значит написано так пеша это есть когда человек ну вот он делает грех пеша это такой грех да но вот он он случайный такой грех да то есть человек взял кого-то случайно там обидел что-то сказал случайно сделал там наступил то есть по это сейчас нет не тоже непреднамеренно глупый такой грех ну то есть пеша вот когда оставляют кому-то халатность до грех по халатности так вот бы пеша по халатности если дословно перевести по халатности уст спотыка макеш ра то есть как бы спотыкается зло в и цеми цара цадик значит и выйдет из цары из неприятности выйдет цадик что такое сфатаем у человека есть в голове есть мысли и потом эти мысли они выражаются в слова теперь есть люди которые думают есть люди которые наблюдают за мыслями это высший уровень которые осознанные они понимают они даже за своими мыслями они наблюдают как идет у меня мышление а чего такая у меня мысль возникла там то есть они наблюдают за ходом своей мысли они поднялись выше чем свое запрограммированное мышление тот кто может наблюдать за ходом мысли внутри тот уже выше чем ход мысли это осознанность называется когда я могу наблюдать я вышел на ступень выше чем чем сам процесс то есть я вышел наружу из процесса мышления это высший уровень осознанности и самонаблюдения до теперь но то этот уровень там доступен единицам которые осознают с процесс своего мышления большинство людей они просто на автомате мыслят у них всплывает 70 тысяч мыслей в день из подсознания в такой идет каша такая полная каша и теперь у них выходит из изо рта выходят слова из уст теперь чека который но более уже такой он еще не осознанно не осознает свое мышление но он хотя бы осторожны в своих словах он будет следить за тем что у него выходит изо рта то есть он контролирует свой выход уже мыслей то есть мысли в голове он не контролирует но он контролирует что можно сказать а что нельзя, это, ну, отвечает за базар. По-простому, да? То есть он свой базар фильтрует то, что он говорит, и отвечает за то, что он говорит. Теперь, но есть люди, которые вот они вообще даже это не фильтруют. То есть у них и их разговор на остановке, на автомате. Теперь, если он настолько автоматически, значит, им ведет его злое начало. А раз им ведет его злое начало, то здесь написано так, что вот это вот по халатности уст человек делает зло. То есть он спотыкается и делает зло. То есть те люди, которые даже не фильтруют свою речь, они по-любому где-то ошибутся и где-то не согрешат. Об этом даже написано в Пертьевод. Раби Шимон сказал, что все дни я жил между мудрецов и не нашел я для тела ничего лучше, чем молчание. И луа-мидра шуэкар эля-масэй не слова это основа, а действия. И каждый, кто умножает слова, обязательно он где-то согрешит. Поэтому здесь вот об этом уже написано, что вот эти вот грехи по халатности будет делать тот, кто много разговаривает, не фильтруя, что он говорит. Мы говорили, что один из самых страшных грехов лошона-ра, злоязычие, рахилут, сплетничество, когда ты передаешь сплетни от одного к другому, амоци-шем-ра, когда ты говоришь на человека осознанно гадости, выдумываешь, да, ну и так далее. То есть это очень-очень страшные вещи, которые человек может нарушить своими устами. Дальше. В е ц мид сара цадик. И выйдет из любой неприятности, выйдет цадик. Значит, как выйдет цадик из любой неприятности? Опять же с помощью слов. Только цадик, он молится. Цадик, он благословляет Бога. Цадик, он настолько умеет через свои слова помочь людям, вырулить ситуацию. То есть он же тоже действует через слова, цадик, да? И когда люди приходили к праведникам, например, когда приходили к рэбе разным, они писали им пэт эти записочки, да? Или идут сейчас даже на могилу к рэбе какому-то, да? Человек, он пишет ему, цадику, он пишет, что у него там, что он хочет, слова. То есть он через слова тоже выходит из неприятностей. Значит, здесь, когда об этом я вспоминаю истории, ну, много есть истории, да? То есть иногда бывает, что из-за слов неправильных, ну, просто там скандалы возникают, непонимание. Вот один человек убивает друг друга. Один человек, вот что же у нас было вчера буквально, у меня была какая-то история, когда вот полное было в словах непонимание, а разное было, разное понимание было одних и тех же слов. То, что на рынке, рынок держала Москва и главный ресторан. Ну, да, нет, сейчас, у меня было вчера вот буквально случай, когда конкретно вот два человека говорили и назвали одни и те же слова, но представляли абсолютно разное, и у них, не помню, не всплывает, но сейчас. Хорошо, двигаемся дальше. Четырнадцатый отрывок. Четырнадцатый отрывок такой, он очень известный отрывок, используется в разных там местах. Это идет продолжение этой же мысли, как человек формирует свою реальность. Мипри пи иш из батов. От плодов рта человека насытится добром. Угмуль яде адам яшивло. И воздаяние рук человека вернет ему. Опять же, это код, без расшифровки непонятно. Значит, первое. Мипри пи иш из батов. От плодов рта человека насытится добром. Значит, еще раз давайте разберемся. У человека есть уровень макшива. Макшива – это мысли. Мысли, написано на работе макшива, вот были в иш, много мыслей в сердце человека. Вацатошим итакум. Значит, замысел ица – это уже решение, оно встанет. Значит, если у человека в голове много мыслей крутится, потом он одну мысль хватает, как решение, и потом это решение, оно выходит уже в реальность. Значит, выходит оно в реальность – это ица. Теперь, когда человек разговаривает с другим человеком, то он как бы засеивает семена. Он ему дает, ну там, дает ему какие-то семена, слова какие-то. Тот эти семена берет, вставляет себе в голову. И потом это все прорастает плодами. Прорастает это все плодами. И, значит, если это садик, то какие у него плоды вырастают? Хорошие. Если это злодей, какие плоды вырастают? Преступления плохие. То есть, очень важно самое, как говорится, вот много раз говорится, например, есть Хафетс Хаим, откуда появилось название Хафетс Хаим. Его имя, эта книга появилась, о том, как правильно разговаривать о законах Лошонара. Есть пасук в Таилим, который написано «Ми, аиш, а Хафетс Хаим». Кто человек, который жаждет жизни? Хафетс Хаим – это жаждет жизни. «Оэв, яма, влерот, тоф» – тот, кто любит все дни, видит добро. То есть, который смотрит на окружающий мир, и он в окружающем мире видит только добро. То есть, он любое явление, которое происходит, он его расшифровывает и поворачивает в сторону добра, которая в нем есть. Еще раз. «Ми, аи, шах, а Хафетс Хаим» – тот,щик, который жаждет жизни. «Оэв, яма, влерот, тоф» – который любит все дни своей жизни, видит только добро. То есть, он в окружающем мире, он на темные пятна не обращает внимания, а смотрит только на светлые пятна. И даже темные пятна, он понимает, что это, например, знак какой-то, или Бог хочет чему-то научить, Бог хочет дать сигнал и так далее. То есть, он даже, казалось бы, темные пятна он видит с позитивной стороны. И дальше идет совет, как это сделать. Он делает шалом, легко сделать шалом у себя внутри. Достаточно легко. То есть тебе нужно от всего отрезаться, стать аскетом. То есть занизить уровень своих требований до нуля практически. То есть сказать, секундочку, что мне надо? Воздух у меня есть? Есть. В день мне нужен кусок хлеба, чтобы нормально быть сытым. Буханка хлеба и вода какая-нибудь. Все в принципе, все у меня отлично. Все вижу, я только добро. Вообще ничего не хочу смотреть. Он говорит, только вижу добро. Сижу, любуюсь на какой-нибудь лес, дерево, цветочки, океан. Все, кайф полный. Шалом, а я ни с тем не общаюсь, мне не с тем ссориться. Тогда если я молчу, ни с тем не общаюсь, мне не с тем ссориться. Такое отшельничество. Но он говорит, что иродев шалом. Ты должен гнаться за шаломом. То есть ты должен не просто быть в своем вот этом вот шаломе. Ты должен создавать шалом вокруг. Мир вот этот вот шалому. Ты должен менять мир вокруг себя. Значит, еще раз давайте так. Меприпи иш из ботов. Значит, от плодов рта человека он насытится добром. Теперь вот весь этот процесс, он происходит в мышлении. А мышление человека, оно откуда берется? Оно берется из тех мыслей, которые у нас в голову засеяли. И человек, если он пускает себе в голову разный негатив, какие-то там новости, какие-то плохие слова и так далее, то он как бы засевает себе в голову негативные мысли. И он получает плоды негативные. Теперь если он только учит Тору, если он только общается с позитивными людьми и так далее, то его мышление, оно наполняется только добром. И тогда плодом его мышления он и будет насыщаться. То есть ему, в принципе, со стороны ничего не надо. У него мышление, если он исправляет, то у него мышление, плодами его мышления является ему хорошо внутри его. То есть это мышление, оно замкнуто само на себя. И в принципе, человек, есть известная книга «Человек поиска смысла», как Виктор Франкл в концлагере. Даже в концлагере он ушел в свой внутренний мир, и он отключился от всего этого боли, страха, который был внутри. То есть он себе создал закрытый внутренний мир, такую свою систему, в которой он создал полностью свой мир. Ему в нем было достаточно, я не знаю, насколько хорошо, но, во всяком случае, он выжил и остался, не стал сумасшедшим. Понятно, да? Теперь дальше, продолжение этого отрывка. Угмулья де Адам яшивло. Но есть еще и тело, есть тело, есть дела. Теперь, значит, человек, то, что он делает снаружи, это уже другой уровень начинается, то есть уровень действий. И заповеди, они практически, ну, многие из них, большинство, это заповеди, мы делаем их руками. И если человек изучает Тору, это его мыслительная работа, то гмилут хасадим, добрые дела, это его заповеди, добрые дела, это его физическая работа, действия. Теперь гмулья де Адам, то, что человек делает, ему Бог возвращает. Яшивло. Но, то есть, здесь очень интересная такая штука, что в мышлении внутри, ты сам хорошо мыслишь, сам же и кайфуешь. То есть, тебе, в принципе, награда за твое мышление, она сразу же приходит тебе в голове. Теперь, но если ты делаешь что-то во внешнем мире, ты делаешь какие-то действия, то тогда Бог тебе возвращает эти действия. Есть возврат какой? Есть ашава, слово ашава. Ашава это, он тебе возвращает сразу же то, что ты сделал, он тебе возвращает. Есть гмуль и сахар, это уже награда, воздаяние и награды. Теперь, вот здесь написано, гмулья де Адам, яшивло. И именно вернет ему кто? Он, Бог, Бог вернет. То есть, когда ты делаешь митсвот, заповеди, когда, казалось бы, действия, там, ты лулавом потряс, какие-то действия вообще непонятные, да? Но Бог тебе за них дает воздаяние, за эти действия. Как, ну, как бы несоразмерные действия. То есть, ты потряс лулавом, ну, что ты сделал? Потряс какими-то там растениями. Или ты одел тфелин. Одел ты тфелин, тут намотал, тут намотал. Сидишь в тфелине, значит. А тебе идет за это воздаяние совершенно от другого уровня, чем ты сделал действия. Там, вечная жизнь какая-то, еще что-то. Ну, то есть, и есть... Есть, когда мы изучаем Пертеевод, то мы, когда Пертеевод изучаем, в самом начале, мы говорим, что... Каждая Исраэля есть у них доля в грядущем мире. Каждая Исраэля есть у них доля в грядущем мире. Что народ твой все цадитим, все праведники, в потенциале. Лулам иршуарец. Навсегда он наследует землю. Нецер Матай. Саженец моих насаждений. Маасей Ядай. Лейт Паэр. Дело рук моих возвеличится. Так Бог сказал. Так, все-таки, человек, он же создан не облачком, не ангелом. То есть, человек создан с телом. И основа пребывания человека в мире, это все-таки действия. По действиям человек судится, да? То есть, есть мысли. Хорошо, когда мысли хорошие. Но, как бы, реальные результаты человек получает по действиям. И это нужно помнить, что гмуль Яде Адам, что воздаяние за рути человека, то, что он делает, Яшивло. Бог все ему вернет. И в Кайлите мы учили тоже, что, в принципе, смысл, зачем Бог все это сделал, там написано так, что он поставил сюда человека Леонот. Леонот. Леонот Ло. Отвечать ему. Что значит отвечать ему? Значит, и там есть три объяснения. Что значит Бог поставил сюда человека отвечать ему? Первое слово Леонот. Есть еще у него значение Леонот. Отвечать. А есть слово Инуи. Страдание. То есть, если человек идет не по правильному пути, Бог ему дает иной страдание. И, в принципе, этот мир, он весь построен на страданиях. То есть, все в этом мире, в материальном мире. То есть, даже человек уже рождается. Есть известная история, когда на Бритмила все стояли радовались. Один плакал. А его спросили, чего ты плачешь? Родился ребенок, ему делают обрезание. Он говорит, я плачу, что уже сейчас он на один день приблизился к смерти. То есть, даже в момент рождения уже понятно, что этот человек умрет. То есть, все в этом мире, в материальном, любая мечта, она имеет сразу обратную сторону, что она может не сбыться. А когда она сбудется, она все равно потом забудется. Любая вещь, которую человек покупает, он уже понимает, что она скоро все равно разрушится. Ее могут у него украсть. И так далее. То есть, в этом мире все, что есть материально, в нем уже вшито страдание. Ну, изначально. Поэтому говорится, что Бог создал здесь человека. Леонод. Это давать ему страдания. Иной. Леонод. Это тот же самый корень. Также читается. Это отвечать ему. Вот то, что мы здесь видели. И третье понятие. Леонод. Это когда человек молится, то во время молитвы Бог ему тоже отвечает. То есть, есть три как бы стадии. Иной страдания. Ответ. Это воздаяние. То, что мы здесь учили. Воздаяние на твои действия. И последний ответ на молитвы. Когда ты поднялся на высокий уровень. И когда ты устремил свое намерение уже в духовный мир. Бог начинает тебе отвечать на духовном уровне. Вот такое у нас сегодня получилось очень интересное занятие. Ух ты, 25 минут. Мы даже больше, чем обычно. Давайте три вывода, которые есть. Первый вывод какой? Что нужно контролировать мысли. С этого все начинается. Второе это что? Что нужно контролировать слова. То, что выходит из рта. И третье. Нужно контролировать действия. Понятно, да? Все, дорогие друзья. Значит, три вывода мы сделали. Удачи, успехов, хорошего дня. Контролируйте мысли. Контролируйте слова. Контролируйте действия. Но царь Соломон в конце сказал, что говорит я. Говорит в этом мире. В Каилете написано. Что надо делать? Радоваться тому, что есть. И знать, что все, что есть, это подарок от Бога. И вот все, что есть, нужно оценить. Подарок от Бога. Радоваться. Сейчас, кстати, время надо страдать. Сейчас не надо радоваться. Сейчас время 9 дней. Надо специально страдать, что нету храма. И вообще, ну вот, время предназначено для страданий. Так что мы сейчас будем реально страдать. Все, всем пока. Удачи, успехов и легких страданий. Все, пока.